К другим темам постепенно подходит к финалу национальное первенство по фигурному катанию. Уже определились победители в соревнованиях мужчин и танцевальных дуэтов. Напомню, на кону у спортсменов место в сборной на чемпионат Европы. Вот буквально только что завершился произвольный прокат в женском катании. Сейчас на прямой связи узнаем, кто его. Узнаем мы это у нашего корреспондента Александра Абрамова. Он тоже вышел на прямую связь со студией. Александр, приветствую. Удалось ли Евгению Медведеву реабилитироваться после неудачного выступления в короткой программе? И кто сейчас в лидерах? Да, Юрий, добрый вечер. Ну что же, разрешилась главная интрига чемпионата России по фигурному катанию в Саранске. Кто из девушек выиграет звание чемпиона России в женском одиночном катании? Так вот, чемпионат России в женском одиночном катании закончился сенсацией. Чемпионом России стала 14-летняя Анна Щербакова. Она всего на 7 сотых опередила также 14-летнюю Александру Трусову. На третьем месте и бронзовым призером чемпионата страны стала 15-летняя Алена Косторная. Вот такие неожиданные итоги ни Загитовой, ни Медведевой в тройке призеров нет. И любопытно, что никто из тройки призеров не отобрался на чемпионат Европы, потому что все эти девушки, которым по 14-15 лет, они не проходят на чемпионат Европы по возрастному цензу. Алина Загитова, которая шла первой после короткой программы, программу произвольную сегодня завалила. Она два раза упала и в произвольной программе заняла только 12-е место. И по сумме двух программ Алина Загитова заняла 5-е место на чемпионате России. Ну а Евгения Медведева на чемпионате России 7-я, произвольную программу она сегодня откатала вполне неплохо. Повторюсь, чемпионом России среди девушек стала 14-летняя Анна Щербакова. Это та самая фигуристка, которая прыгает четверные прыжки. И сегодня она все свои прыжковые элементы прыгнула хорошо и чисто. Единственная из всех претендентов на медали чемпионата России. Ну а чуть ранее чемпионами России в спортивных парах стали Евгения Тарасова и Владимир Морозов. В этом плане никаких неожиданностей не произошло. Многие ставили, что Тарасова и Морозов второй раз подряд выиграют чемпионат России в спортивных парах. Так оно и случилось. И прямо сейчас давайте послушаем двукратных чемпионов России. Для меня все равно звание чемпиона России, это дает такой стимул бороться дальше на мировых первенствах, зная, что ты номер один в России. Поэтому для меня это само по себе очень ценное звание. Ну и пару слов про Евгению Медведеву. В всей России мы обсуждали ее вчерашний неудачный прокат в короткой программе. Сегодня Медведева вышла на лес, смогла реабилитироваться. Она не без ошибок откатала программу произвольно, но тем не менее было видно, что она катает с желанием, с душой. Более того, во время одного из элементов Евгения Медведева сделала такой жест, обращенный к зрителям, чтобы ее поддержали. Это произошло. И также сегодня на Ледовом дворце в Саранске Евгения Медведева очень активно поддерживали. Фан-клуб Евгения Медведева организовал специальный флешмолк. Несколько сотен роз они принесли в Ледовый дворец, раздавали бесплатно всем желающим, и потом эти розы полетели на лед. Да, Александр, благодарю вас. Я напомню, на прямой связи с Чемпионатом России по фигурному катанию был мой коллега Александр Абрамов.